Карате является одним из самых популярных японских боевых искусств, в основе которого лежит самооборона без применения какого-либо оружия. В переводе с японского карате – это пустая рука. Основой карате является постоянное совершенствование тела и духа. Как вид спорта, оно помогает максимально развить в себе как физические, так и моральные качества. 12-й открытый турнир по карате на Кубок городского округа Щелково состоялся в минувшие выходные в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Соревнования являются крупнейшими в Московской области и ежегодно собирают вместе огромное количество участников из самых разных регионов России. В этот раз на одной площадке собралось более 600 каратистов самого разного возраста. Кто-то из спортсменов приехал в Щелково впервые и остался под большим впечатлением от организации этого масштабного мероприятия. Во-первых, турнир вот только начался, но нас уже приятно удивила организация, радушная встреча и опять же количество участников. Сегодня у нас Москва, Московская область, Тульская, Нижегородская, Калининградская область, Тверская область, Ивановская область. Требования ко всем одинаковые. Есть две дисциплины. Дисциплина кота – это выполнение технических комплексов, которые потом судьи оценивают. И кумите – это непосредственно поединок, где спортсмены работают в контакте друг с другом. Маленькая Саша занимается каратэ с раннего детства. Ее мама признается, они пробовали разные виды спорта, но особенно зацепил именно этот. Юной каратистке нравится выполнять различные приемы, и она мечтает в будущем стать великой спортсменкой. У нас были танцы, фигурное катание, но больше всего зашло каратэ. Она прям себя чувствует здесь в своей волне. Плюс очень хорошая организация. Мы в Щелково не первый раз. И очень любим ваши соревнования, всегда все по делу. Поэтому, когда приглашают, с удовольствием приезжаем. Буду делать Кота Анан, Хайку и Матимуру Рухай. Бой с тенью. Я мечтаю выиграть сначала чемпионат мира, а потом, когда уже вырасту, наверное, Олимпийские игры. По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубками и медалями. Спортсмены городского Луга Щелкова отлично проявили себя на домашнем татаме. Они завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Награды были завоеваны в условиях действительно сильной конкуренции.